Всем привет! Давно не снимал никаких видосов, так как я буквально пару дней назад приехал из Ростова. И у меня для вас есть очень интересные новости. Пару месяцев назад мне предложили идею передать наш урановый минерал на полноценный анализ в Москву, а именно в Минералогический музей имени Ферсмана. Я выбрал приблизительно 10 урановых минералов, как я считаю, разные по внешнему виду. Профессиональным анализом занимался очень хороший человек, Анатолий Касаткин. В январе я получил долгожданное письмо от Анатолия. Результаты меня очень удивили. Многим минералам мы давали названия только по внешнему виду. Как оказалось, там было очень много ошибок. Во многих видосах желтый не лимнистирующий урановый минерал я почему-то называю цепиитом. Как оказалось, это бета-уранофан. А тот, что я называл уранопелитом, вовсе не уранопелит, а бета-атенит. Но самым интересным оказался минерал, который я подписал Анатолию как минерал номер один. Этот минерал я уже не раз показывал в своих видео. Кстати, вот он. Помните, я недавно снимал ролик про заброшенный урановый рудник на горе Бык? Вот там на третьей минуте мы с девушкой находим мощную ярко-зеленую прожилку уранового минерала. Кстати, ссылочка будет в конце на это видео. Фонд представляет самый большой интерес. Кстати, про него я снимал даже отдельное видео, которое называется у меня на канале «Неизвестно урановое образование». Вот на него можно взглянуть еще раз. Минерал очень хрупкий и мелкий. Очень-очень сильно лиминесцирует. Камера не передает правильный баланс белого. Он все-таки же не таким бирюзовым светится, а именно ярко-ярко-зеленым, таким салатовым. Так вот, результаты Анатолия показали, что это совершенно новый урановый минерал. По химическому составу он является уранилсульфатом алюминия. Даже предварительные результаты говорят о том, что это действительно новый минерал. То есть, мы, по сути, сделали открытие. Под игрой Бык был открыт новый урановый минерал. Еще хотелось бы сказать по теме спектрометра. Как вы знаете, наверное, я уже занимаюсь сборкой своего личного спектрометра. Дело идет потихоньку, не так быстро, как хотелось бы. Отдельное огромное спасибо Виталию Лихацкому, который обучил меня работой на токарном станке. Мы сейчас вытачиваем небольшие детали, но столкнулись с такой очень неприятной вещью. Нам нужна алюминиевая труба диаметром 60 мм и толщиной стенкой 2,5. Обыскал я все места в Ростове, обзвонил Контор 20, но, к сожалению, все безуспешно. Цены кусаются, конторы вообще не хотят работать с частниками, либо предлагают трубу 6 метров. Ну, естественно, никто отрезать метровую не хочет. В общем, если у вас есть какие-то предложения или у кого-то вдруг в гараже завалялась такая труба, еще раз повторяю, алюминиевая 60 мм, диаметра стенки, ну, 1,5-3 мм, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, насчет новых видосов, о, это, насчет новых видосов, честно говоря, даже не знаю, потому что ролик про бык на монтаж, который я потратил, ну, почти 3 часов с горем пополам за 3 месяца набрал какие-то жалкие полторы тысячи просмотров, поэтому никакой мотивации заниматься чем-то новым у меня нет. А так, если что, подписывайтесь на группу Рановый Курорт, возможно, там что-нибудь будет интересного. Так что, всем пока, ждем исследования, буду держать в курсе. Продолжение следует...